Доброе утро всем, кто смотрит это видео. Мы находимся в самом эпицентре Глубятни. Я поставил на таймлапс, потому что они до этого так здорово взлетали, синхронненько, а теперь они какие-то менивые и не взлетают, и у меня нет безумно красивого кадра с летающими голубями, я расстроен. Вот, сегодняшняя площадка, что-то опять, опять что-то новенькое, давайте посмотрим. Итак, ну собственно вот эти, господи, они используют кучу разных креплений, чтобы хоть как-то закрепить эти... Ну, кстати, держатся хорошо эти штуки, очень-очень странные. Я не знаю, что это и для чего. Прикольные кольца для подтягиваний. Как вы видите, хлипкость, хлипкость этой конструкции просто даже не нужно подтверждать. Забавные маленькие длинные брусья. Вот, блин, побольше бы именно таких брусьев делали. В нормальном качестве было круто. Это реально тема. Реально. Аналогичную штуку можно увидеть на видосах. Биста, только они там еще высоко закреплены, и это совсем становится круто. Может, когда-нибудь в России тоже такие появятся. Шведская стенка, еще какая-то поломка, еще шведская стенка, и еще тренажерчик. Господи, какой это ужас. И на это выделяют деньги. Тоже весь разломанный, поломанный. Печаль, печаль. Ладно, как будто не было, сейчас минус пять. То есть здесь, помимо того, что лед, еще и холодно. Не нравится мне такая погода, но выбора нет. Приходится тренироваться. Кто-то даже прогрыз этот турник, господи. Зачем кому-то было нужно грызть турник? Сейчас есть хотя бы один здесь нормальный, на нём мы будем заниматься. В общем, разминаюсь хорошенько-хорошенько. Вы тоже занимаетесь зимой на улице в минуса. Тоже хорошо-хорошо разминайтесь, это важно, чтобы не получить травму. И будем делать круги. Вот так. Всё как всегда, ничего нового. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Из полезного и интересного, как вы видели, на выпадах я взял выпады с опоры, то есть я либо держался за столбы, либо держался за вот эту маленькую перекладинку, за тем, что здесь очень-очень скользко, и можно получить травмы. Когда вы приседаете, у вас идет нагрузка на коленный сустав, если вдруг куда-то соскользнете, может кончится не очень хорошо. Сейчас люди просто-то, когда идут по улице, подскальзываются и разбиваются. Когда вы тренируете еще. Чтобы избежать этого, соответственно, я решил делать выпады с опорой. Потому что в приседаниях я контролирую вес, все нормально, но если вы не чувствуете такой хорошей неверенности в приседаниях, то тоже делайте их с опорой. То есть держите их за что-нибудь, это нормально, и контролируйте тот вес, который вы переносите на руки. То есть если можно просто положить, да, чуть-чуть держаться для опоры, можно прям держаться и отдавать вес в опору, соответственно, будет меньше нагрузка на ноги. Ну, это все приходится с опытным путем. Смотрите, экспериментируйте. Главное, это здоровье, безопасность и прогресс. Правильно? Правильно. Вот. На сегодня все. Завтра увидимся на новой площадке. Очень-очень хочу найти площадки, которые чистят. Вот. Потому что, блин, на льду делать все это дело не клево. Вообще, даже отжимания на кулаках очень тяжело делать. Очень большая идет нагрузка на запястье. То, что разъезжают. Вот такие вот дела. До завтра. Пока. Пока.